Я его люблю всем сердцем. Он меня не очень любит. Но хотим снять кино. 29 часов. Не было такого! Слава богу, не открыло глаза, ничего, все продолжало. Снимали, 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 снимали. Что, что, отойдите в сухон, не мешайте. И какого-то мрака чуть-чуть. Какого-то мира. Хоть и известно, что нельзя объять необъятное, но в свой 30-й юбилейный год фестиваль «Окно в Европу» все же попытался. И сделал ретроспективную программу «30 лет за три сеанса». На ней показали трех победителей из трех разных десятилетий. Фильмы, отражающие историю страны, кино и самого фестиваля. Неадекватные люди Романа Каримова, прогулка Алексея Учителя и Макаров Владимир Хатиненко. Я что, человек из мрамора и человек из железа? Я живой человек, живой! Все в мире меняется, я тоже! Вообще, это что-то такое мистическое и что-то такое, что определяет существование цивилизации, скажем так, на протяжении многих, многих лет. Человек – оружие. В этой камерной, казалось бы, истории, вот насколько оружие влияет, насколько оно может превратиться в нечто мистическое такое, что изменяет природу человеческую. А это происходит и до сих пор. А это видел? Молись, сука, своему богу! Кто он у тебя? Мы тогда работали просто на энтузиазме. Деньги у нас были на втором месте точно. Надо было доставать деньги на съемки. По 29 часов у нас смена. Она такая была совершенно чумарная. 29 часов, прикиньте. Это без перерыва. Это мы просто снимали, 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 снимали. Время на перерыв – это переезд с одной точки на другую, съемочную. Это не то, что в одном месте. Это еще там объектов было, масса. Это мы начали накануне. Потом снимали ночные были у нас эпизоды, мы выстроили. И потом утром заканчивали. Эпизоды все психологической нагрузкой. Это пистолет Маковецкого, где он находит пистолет, покушается надолго. То есть, ну, у нас просто не было других возможностей снять. Извини, извини. Понял? Понял, не так. Когда разговариваю со студентами, неважно, не только киношниками, вот почему-то все вспоминают прогулку. Собственно говоря, это было самое начало нулевых. Было 300-летие Петербурга, и все было в лесах и в стройке. И для Алексея Ефимовича, учителя, это был какой-то важный образ, каких-то перемен. Он какой-то для меня молодой фильм, как бы во всех смыслах. Перед этим были 90-е, с всяким там, очень нужным кино, таким-сяким, там все люди стреляли, бегали. И вдруг Алексей Ефимович взял сценарий Авдосий Смирновый, в котором просто три молодых человека ходят по этому строящемуся Петербургу и болтают обо всем на свете, в общем, о каких-то неважных, казалось бы, вещах. А важность, в общем-то, заключалась в том, что это могли быть любые молодые люди в любой стране мира. Ну, особенно мне хотелось все-таки такую молодежь, скажем, студенческого такого плана, вот, которая это читает и смотрит и проще вот такую немножко тронуть. В общем, это было такое ощущение, что вот, да, сейчас, пожалуйста, будет что-то совершенно другое, вполне себе европейское и какое-то желание ощутить себя частью мирового кино, частью какого-то мира. Первый кадр картины, он действительно такой для нас уникальный, он больше 20 минут идет. Съемки проводились только в субботу, потому что было больше всего народу в этот день. Мы рискнули и выбрали маленькую камеру, полупрофессиональную, она такая почти незаметная была. Я шел между 60 актеров, со мной шел звукорежиссер, и при этом в этом кадре в 25-минутном было 9 актерских подключений, ГАИ, машина, там они перебегают дорогу, то есть это был тихий ужас, потому что все должно было сработать в определенный момент. Ну пойдем, это авантюра, все по-настоящему прекрасное происходит по законам авантюры, Оля! И были парадоксальные случаи, когда на Исаакиевском соборе Ира Пегова в сюжет падает в обморок, а народ весь остальной там не было массовки. И подбегают две женщины, и мы это сняли. Что, что, отойдите в сторону, не мешайте. И как бы это произошло само собой, но она так убедительно это сыграла, и она, слава богу, не открыла глаза, ничего, все продолжало. У нас никто не умер. Ну вот видишь, пока никто не умер. Я помню, как мы все, когда еще смотрели на отборе эту картину, как мы вообще обалдели от Ингрид Аллеринской. Такая была манера, это вообще никогда до этого не было в кино. И то, что она сегодня член жюри нашего фестиваля, это просто для меня большая радость. 2010 год, мы приезжаем в Выборг, это мой первый кинофестиваль, и я его люблю всем сердцем, и мы берем приз, и не один. Роме было там 20 небольшим лет, это был его дебют, снимался он за какие-то копейки, ну для даже нашего кино на тот момент. И в общем это была какая-то группа энтузиастов, и они мне позвонили, сказали, ну вот, Жень, такая история, мы хотим снять кино. Начинали студентами, вообще просто людьми, которые не имели ничего. Женя был единственным, кто был, ну, знаменитый, кто откликнулся. Он с нами встречался, помогал по сценарию, привел Илюху, любимого главного героя, и Юлию Такшину. Реально, своим именем очень помог привлечь финансирование. Я люблю Женю очень сильно, он меня не очень любит, но мы со временем как бы начали уважать друг друга. Вот я пришел к Роме, Рома сказал, ну, в общем, все, что ты играл до этого, это полное ничего. Не было такого! Сейчас я буду делать из тебя нормального артиста, и вот раскрою тебя, в общем, уж, конечно, в общем, артиста ни о чем. Но мы, мы были никем, а Женя Цыганов, он был, ну, в топе вообще, один из топовых актеров был. Я себя потом ругал, потому что подумал, что можно было бы, конечно, чуть более серьезно отнестись к этой работе, но, в общем, все есть так, как есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова